Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Габриэль Митсю – голландская школа «Кавалер», сын художника Якова Митсю. Габриэль Митсю был учеником Доу и развивался под влиянием Гальса и Рембрандта. Он, по справедливости, может быть назван национальным бытовым голландским художником, одним из лучших представителей голландской школы. Его картины исполнены всегда превосходно. По отношению к композиции они полны живописности, а по рисунку безупречны. Лучшими картинами Митсю считается «Дама за клавесином», «Праздник царей», «Кухарка в кладовой», «Продавщица дищи», «Кухарка». В Эрмитаже имеется следующая первоклассная картина мастера «Блудный сын», «Завтрак», «Концерт», «Семейный обед» и «Больная и врач». Предлагаемую нами в репродукции картину «Кавалер» удачнее было бы назвать молодой человек, пишущий письмо, так как пендант этой картины, также перешедший из коллекции Вольтера в галерею Альфреда Бейта в Лондоне, изображает получение этого письма молодой женщине. Но это последняя особая вовсе незнатная дама, как можно было предполагать по виду ее корреспондента. Она, так же, впрочем, как и этот элегантный юноша, принадлежит к зажиточной голландской буржуазии, из которой Митсю и выбирает преимущественно мотивы своих картин. Художник почти исключительно изображал тот средний класс, которому Голландия обязана была свободой и своим пышным, длившимся целое столетие расцветом. Он изображал этот класс в той мирной обстановке богатого комфорта, который голландский бюргер завевал себе долгой борьбой и упорным трудом. Митсю лучше, нежели кто-либо другой, дает понятие о семейной жизни и о домашней обстановке амстердамского Миннингера, присущем этой жизни уютностью, тихой радостью и внутренним довольствием. Яркий солнечный свет, роскошные, красивые, преломляющиеся светотени комнат, краски, изящное убранство покоя, приятное или веселое выражение действующих лиц, симпатичное настроение, все это находит отзвук в душе зрителя. Картины, пишущие письмо и получение письма могут считаться шедеврами художника, так как обладают всеми вышеупомянутыми качествами. Одновременно с прелестной мастерской передачей натуры художник вместе с тем не пренебрегает и некоторой пикантностью мотивов, впрочем отнюдь не впадая в какое-либо морализирование и не подчеркивая своего намерения. Кроме того, он увеличивает притягательную силу своей картинной массы в высшей степени интересных и живописных деталей. Богатым костюмом красивого юноши с длинными белокурыми волосами, роскошным персидским настольным ковром, изящной картиной злоченной раме, которую тотчас же можно признать за произведение Симона Вандер Дуса. Так характерна она передана, несмотря на то, что имеет здесь лишь второстепенное значение. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотогравюрах Модей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok